Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Буквально 5 минут назад мне позвонил курьер и сказал, что наконец-то он сейчас доставит мне мою сумочку. Немножко пререкался, спорил со мной по поводу того, что я неправильно указала адрес, хотя я его указала правильно. Я сказала, окей, я приеду туда, куда вы скажете. Он сказал, что ничего, я сам привезу. В общем, не знаю, мне прям стошнило от этого разговора. Вот, не ожидала DHL такого. Обычно они все нормально доставляют. Я потому что помню, когда кнопки мне доставляли от YouTube, это делали они же и все было в порядке. И адрес, кстати, я указывала тот же. Странно, что в этот раз мне предъявляют, что адрес не тот. Вообще, у меня в программе написано, что посылку мне должны доставить завтра, но она приехала сегодня без никаких проблем на таможенной. Это, конечно, радует. И как раз мне позвонил курьер в тот момент, когда на Farfetch'е смотрела ремешки. Я хочу себе какой-то классный ремешок для талии, для джинсов. Я никак не могу определиться с брендом. Естественно, это будет не супер что-то дорогое. Но вариантов там много, поэтому глаза разбегаются. И с цветом тоже я не могу определиться. Обычно я, когда выбираю, я выбираю что-то супер яркое, красочное, которое нравится мне. Но потом сочетать эти товары очень сложно. И они просто лежат у меня в шкафу, поэтому надо брать что-то практичное. Желательно черное или коричневое. Еще, кстати, такой момент. В инстаграме мне девчонки писали, что Айка, зачем ты купила так дорого? Можно же в городе у нас купить намного дешевле. Да, действительно, эти же сумки есть у нас в городе гораздо дешевле. Но есть такой момент, что это не оригинал. Там продавцы говорят, это А-класс. Кто-то толкает свой качественный товар под названием оригинала, но это на самом деле не так. Поэтому я предпочитаю лучше переплатить, но быть уверенной, что это не паль. Хотя к пале я отношусь супер. Отлично. А этот Бублик хочет от меня убежать. Вот я прям не знаю, что делать с ним. Он хочет выйти в подъезд. И в последний раз, кстати, когда я выходила на улицу, он выбежал в подъезд и по лестнице спустился на два этажа вниз. Я не понимаю, что его не устраивает. После деревни, в особенности, он хочет на волю. И вот пытается выбежать. Я очень боюсь, что он потеряется. Золото мамина потеряется. Что мама будет делать? Что вы делаете с вашими котами? Может быть, мне стоит его выгуливать? Можно заказать для него поводок и время от времени с ним гулять. Но все-таки это не собака, чтобы с ним гулять. Он очень шуганный у меня. Не знаю, как он отреагирует на такие прогулки. Пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать, что вы делаете. Не прошло и 15 минут. И посылка уже у меня. Она достаточно большая, но легкая. Хотя нет, не очень легкая. В общем, мне доставили все. Все отлично. Осталось распаковать. Твиксик у нас обожает. Лот номер один. А почему... А, пума, точно. Ну, помола. И все. Итак, первое впечатление. Мне почему-то кажется, что сумка маленькая. Я почему-то ожидала, что она будет побольше размера. Вау, какая она красивая. Посмотрите, это просто вау. Не знаю, мне очень нравится. Так вот открывается. Здесь, я так понимаю, пыльничек у нас небольшой. Демешок. Это не кожа, но оригинальная сумочка от Versace Jeans Couture. Вот ни капли не жалею, что взяла именно этот цвет. Хотя надо бы взять черную. Просто у нее черная есть уже сумка, а такого цвета нет. Кстати, перед покупкой я с вами советовалась в Инстаграме. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Мы вместе с вами выбирали цвет. И большинство, 75% проголосовали именно за эту фиолетовую. И вот такой вот пыльничек. Я думаю, в нем будет очень удобно хранить сумочку в шкафу. Теперь самое ответственное. Я очень боюсь, что кроссовки будут мне большие. Потому что я взяла на размер больше в связи со всеми комментариями. Очень много обзоров посмотрела. И очень много девчонок, которые не угадали. И кроссовки им малы. Поэтому я решила взять чуть-чуть побольше. Вау, какая красота! Я, если честно, промахнула. Здесь вот эта линия должна была быть фиолетовой. Точно-точно такого же цвета, как и сумочка. Просто в последний момент я нечаянно кинула в корзину. Не то. Ну, в общем, как всегда, промахнулась. Но ничего страшного. Выглядит очень даже классно, презентабельно. Это у нас Puma. Я сомневалась между Adidas и Puma. Цена плюс-минус одинаковая. Но эта моделька мне очень понравилась. Похожая модель была и у Adidas. И вторая. Ну что, погнали мерить? Смотри, что он делает. Успокойся, сына. Коробка маме еще понадобится. Тугрызи. Как хорошо, что я взяла на размер больше. Прям вот как раз. Как будто для меня шили. Влитые. Отлично. Вы говорите, нахрена нужны блогеры? Я вот посмотрела блогеров. И я поняла, что надо брать на размер больше. А так бы промахнулась. И было бы жалко. Я обычно ношу 37. Некоторые модели 36. Я взяла 7,5. Красиво ему? Да. Давайте еще поближе покажу вам кроссовочки. Здесь у нас небольшой логотип Puma. Как по мне, шнурки немножко коротковаты для меня. Но опять же, я думаю, это индивидуально. Но опять же, если вы тоже будете заказывать, учтите тот момент, что немножко маломерит. И это не только у меня так, но я заметила, что у многих. Поэтому лучше уж брать на полразмера хотя бы больше. Чтобы не промахнуться. Такая вот красота. Я счастливая прям не могу. Пойду полазью, что еще можно заказать? Честно, я почему-то представляла, что сумка будет немножечко побольше. И по фотографиям, и по отзывам. Но сейчас попробуем самый главный момент. Помещается ли мой телефон в эту прекрасную сумочку. Самое главное, чтобы поместился телефончик. Только наискосок. Вот, еле помещается. Смотрите. Ну, в принципе, это достаточно. Ключи от машины туда-сюда. Твикс. Ну что, девочки, с обновочками меня. Мне все нравится, все радует. Самые главные кроссовки по размеру подошли. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Я только что встала. Встала в 10. Хотя должна была встать пораньше. Но это у меня не получилось. Несмотря на то, что я поставила 5 будильников. Даже Твиксик пытался меня разбудить. Но все равно все безуспешно. Когда за окном такая погода, и вставать не хочется. Всю ночь был дождик. Лил как из ветра. И даже сейчас очень даже прохладненько. Несмотря на то, что всего 10 сентября. Все равно достаточно холодно на улице. Обычно у нас так не бывает. В такое время мы еще в шортиках гоняем по городу. Пока вот в таком состоянии у меня шкаф. Все летние вещи у меня под рукой. И пока что я планирую так и все оставить. Вот этот, кстати, пижак ни разу не носила. Как раз сейчас время его понотить. Но сегодня я особо никуда не собираюсь. Может планы поменяются. Сделала макияж. Подготовила все для мукбанка. Сегодня я особо заморачиваться не стала. Просто взяла то, что есть у меня в холодильнике. Разложу перед собой. И сниму мукбанк. А вообще я решила, что я буду более ответственной. Потому что вспоминаю себя в года, когда я копила на квартиру. Я снимала в день даже два мукбанка. Еще умудряла снять влог. Снимала тиктоки. И была настолько активной. И даже не уставала. Параллельно еще работала. То есть я настолько загружала себя. И это все давало, естественно, огромный результат. А в последнее время я чувствую, что я как будто подрасслабилась. Уже стала уставать и от малейшей какой-то работы. И я поняла, что пора уже брать себя в руки. Тем более в августе. Действительно, я очень много времени лентяйничала. Поэтому теперь я хочу каждый день обязательно снимать для вас хотя бы одно видео. В принципе, если встать рано утром, например, в 7, до 12 можно закончить с мукбанком. И вот после 12 я уже свободной. В принципе, если правильно распределять время, я могу это делать каждый день. Поэтому что-то обещать на самом деле я боюсь. Но я очень буду стараться каждый день публиковать для вас контент. И буду стараться это делать в определенное время, чтобы вы уже знали, что в 12 у меня выходит видео. Хотя в каждой стране этот показатель будет разный. Но если вы живете в Баку, то в 12 будет контент. Сделала такой высокий хвостик. Еще, кстати, мне ногти надо переделать. Эти ногти делала не я. Я думаю, может опять пойти в салон или же сделать ноготочки самой и показать вам процесс. В принципе, они в отличном состоянии. Можно так ходить. Но они уже отросли и немножко мне надоели. И хочется чего-то другого, какого-то светлого. В общем, не знаю, сделать самой или все-таки сходить. Если честно, здесь тоже есть косяки небольшие. Но зато мне было не больно в процессе. То есть сделали неплохо. Давайте еще покажу, чтобы у вас шлюньки потекли. Посмотрите, какие бутерброды я сделала. Это со шпротами. Возможно, вы подумаете, что к завтраку это не то. Но я просто обожаю эти бутерброды. И еще у нас здесь в холодильнике, естественно, растишка, который я покупала еще тогда во влоге. Здесь со всеми персонажами. Отсюда берем наши молочные лонтик от Киндер. Пожалуй, возьму все. Ерунда. Ай, как все, тесто. Ну и в роли основного блюда у нас с вами будет ешенька с помидорками. Это видео у нас выйдет завтра в 12. Я хотела сначала сделать глазок. Но, если честно, такую яичницу я люблю куда больше, чем обычный глазок. Еще у меня есть идея сделать безумно воздушный омлет в духовке. Я нашла такой крутой рецепт. У меня как раз на канале не было. Думаю, будет интересно. Кто бы что ни говорил, на мой взгляд, яичница у меня получается лучше, чем у всех. Два помидора, 4 яйца, 7 бутербродов. В общем, наемся. На улице дождик, пасмурная погода. И выходить из дома совершенно не хочется. Поэтому я решила сидеть дома и переделать ноготочки. Правда, они в хорошем состоянии. Я как минимум недельку могу походить с ними. Но у меня руки чешутся. Что хочется переделать, поставлю какой-то интересный фильм или дом 2. И начну их делать. И постараюсь, кстати, поставить себе таймер на полтора часа и управиться за полтора. Видела, там девчонки делились, что они за два дня делают ноготи. Там одну руку сегодня, вторую руку завтра. У меня так не работает. Я все делаю сразу. Стараюсь не отвлекаться. И уже стараюсь работать на скорость. В этот раз на удивление я знаю конкретно, что я хочу. Хочу что-то наподобие этого. Просто больше размытия синего. Посмотрим, получится у меня или нет. Этот дизайн я видела у своего лазеролога, когда была в предпоследний раз на коррекции. Мне настолько он понравился, что я давненько хотела его повторить. Но здесь на Pinterest прям точь-в-точь то, что я хочу, найти я не могу. Хотя вариантов здесь много. Очень интересные и нежные такие дизайны. Можно даже такой повторить. В общем, посмотрим. Для начала нужно снять покрытие. Я это делаю сразу с обеих рук. У меня такая вот фреза. Я ее вам миллион раз уже показывала. К сожалению, на камере села зарядка и мне пришлось поставить на зарядку. Вот такие вот красивые ноготочки у меня получаются. Но это еще не все. Здесь будут еще вот такие белые полоски. Я хотела синим цветом, но оказывается гель краски синего цвета у меня нет. Точнее гель лака нет. Гель краска есть. Я взяла два вот таких оттенка от Jeff. Фиолетовые блестки и белый цвет обычный. И вот так вот нарисовала. В общем, очень красиво, нежно получается. Это еще не конечный результат. В конце обязательно вам покажу. Кстати, по времени я уже потратила час и еще не закончила одну руку. Это левая рука. То есть я думаю, где-то два с половиной часа мне надо. Хотя я думала, что я намного быстрее сделаю. Но ничего. Главный результат, чтобы мне нравился. А он уже мне безумно нравится. Нежнятина. Класс. Сама себя не похвалишь. Никто не похвалит. Посмотрите, какая нежнятина получается. Вот этот пальчик у меня уже высушен. А вот этот вот еще нет. Рисовала, кстати, все вместе, чтобы было быстрее. То есть вот эти белые полоски сразу нарисовала на всех четырех пальцах. Тут мамулечка принесла мне чаек. Потому что я уже час сижу. И вот эта конфетка, которую Самира показывала у себя в истории Инстаграм. Столько людей после ее рекомендации пошли покупать. И всем очень понравилось. Я не пробовала. Это Рошен. Украинский производитель. И говорят, безумно вкусная шоколадка. Будем пробовать. Сейчас только досушу. Буквально несколько минуточек. Ну что, разве не красота получилась? Показала маме. Маме очень понравилось. И вот вторая ручка. Управилась я, получается, за 2 часа 40 минут. То есть достаточно долго я рисовала этот узорчик. Но получилось прям нежняте. Вот так вот поближе вам покажу. И последний штрих. Надо помазать маслом кутикулу. На этом уже, пожалуй, я буду с вами прощаться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Будет очень интересно почитать. Всем пока!